Появятся ли в Первоуральске уроки танцев по интернету и готовы ли вообще предприниматели нашего города строить бизнес в условиях самоизоляции? Наши корреспонденты спросили у деловых людей, какие меры они предприняли, чтобы остаться на плаву. До режима самоизоляции в этой студии занимались у нас больше ста человек. Сейчас здесь тихо и пусто. Частная студия танца временно приостановила работу из-за угрозы коронавируса. Помещение муниципальное. Раньше руководитель платила за аренду в городской бюджет. Теперь не платит. Обязательства отменили депутаты местной думы по инициативе главы города. Конечно, эта мера очень кстати получается. Студия стоит, прибыли никакой нет, получается. Потому что студия у нас закрыта. Вот уже второй месяц практически. Инициатива главы Перворайска коснулась арендаторов муниципальных помещений. Такие каникулы для предпринимателей действуют до конца 2020 года. Игорь Кобец призвал частников последовать примеру властей. Кое-кто уже прислушался. В этом торговом центре плата для арендаторов на время самоизоляции хоть и не отменена, но стало в 10 раз меньше. Собственник здания принял такое решение, потому что понимает прекрасно ситуацию арендаторов. Понимает, что они были вынуждены закрыться из-за ограничительных мер, введенных на территории. На городе Перворайска и всей Российской Федерации. Понимает убытки арендатора. Собственник не хочет, чтобы арендаторы съезжали. И здесь интересы арендаторов и арендодателей совпадают. И те, и другие рассчитывают на меры господдержки, которые сейчас обсуждаются. Учитывают и то, что самоизоляция – явление временное, как и ее экономические последствия. Пока же бизнес ищет новую форму работы. К примеру, руководитель студии танцев задумалась о том, чтобы проводить уроки по интернету. Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Первый Уральск.